Приветствую друзья! Спасибо всем, кто проявил интерес к моему каналу и уже подписался на мой канал. Спасибо всем за вашу поддержку и сообщения для меня. Я обычный человек и блогер, изучающий паранормальные явления и сверхъестественный мир. Меня всегда интересовало то, что находится за пределами обычного понимания мира. В данном видео я расскажу о том, как я начал изучать паранормальные аспекты, какие методы я использую в своих исследованиях, а также о наиболее интересных находках в этой области. Я также подробно расскажу о нововведениях в изучении паранормальных явлений для нашего понимания мира и о том, какие вызовы станут перед исследователями в этой области. Я решил открыть данный канал, чтобы делиться с людьми, которых интересует эта тема своим изучением в данной области и своими открытиями. Меня часто спрашивают, как меня можно поддержать для моих экспедиций вместо паранормальных явлений, чтобы я мог купить необходимое оборудование, видеокамеры, средства записи и т.д. В описании под видео вы можете выбрать любой удобный способ, чтобы это сделать. Я буду рад любой вашей помощи. Как я начал изучать паранормальные тенденции? Моё увлечение паранормальными явлениями началось ещё в детстве, когда я впервые услышал истории о привидениях и необъяснимых явлениях от своих родителей и друзей. Эти истории задали мне вопросы о том, что происходит после смерти, существуют ли призраки и есть ли что-то, связанное с нашим миром. Когда я вырос, моё увлечение стало более важным, и я начал читать книги, смотреть фильмы и документальные передачи об изучении паранормальных взглядов. Моя первая настоящая находка была случайной. Я посетил одно из заброшенных зданий, когда услышал странные звуки. Я подумал, что это может быть признаком присутствия, поэтому я начал снимать все на видео. Позже, когда я просмотрел запись, я обнаружил несколько непонятных шумов и движений на видео. Это был мой первый опыт в области паранормальных явлений, который заставил меня серьезно задуматься над этой темой. С тех пор я начал систематически изучать паранормальные явления и сверхъестественный мир. Я много времени проводил в заброшенных зданиях, кладбищах и других местах, где были следы невидимых явлений. Я также использовал различные методы получения информации о паранормальных явлениях, такие как использование электронных приборов для измерения энергии и регистрации звука. В своих исследованиях я стараюсь быть научно обоснованными и измеряю каждый случай индивидуально, чтобы избежать ошибок и ложных выводов. А также я верю и знаю, что много информации несет опытом различные вероисповедания в этом мире и все они говорят в один голос о окружающем нас паранормальном мире. Библия, Коран и многие священные книги не только говорят нам об этом, но и помогают нам иногда защититься от необъяснимых явлений. Мои методы исследования паранормальных явлений. Мои методы исследования паранормальных тенденций основаны на научном подходе и включают использование различных технологий и инструментов. Один из моих основных методов – это электронная запись звука, которая является ключевым свидетельством многих паранормальных явлений. Я использую специальные микрофоны и программное обеспечение для анализа записей, чтобы обнаружить необычные шумы и голоса, которые не могут быть учтены причинами реагирования. Кроме того, я использую термодатчики и другие приборы для измерения изменений температуры, электромагнитных полей и других параметров, которые могут проявляться при наличии невидимых сил или объектов. Я также провожу интервью с людьми, которые были свидетелями паранормальных явлений, чтобы получить дополнительную информацию о происшествиях. Одним из самых эффективных методов является проведение ночных исследований в заброшенных зданиях или на кладбищах. В ходе анализа я фиксирую все видимые изменения в окружающей среде и записываю все необычные звуки и движения. Важно отметить, что при проведении исследований паранормальных тенденций необходимо соблюдать осторожность и не нарушать закон. Я всегда получаю разрешение на доступ к заброшенным зданиям и другим местам, а также уведомляю местные власти о своих действиях. Методы, которые я использую в своих исследованиях, позволяют получать более объективные данные о паранормальных явлениях и меньшее количество ложных выводов. Однако, как и в любой научной работе, существует риск ошибок и неточностей. Поэтому я всегда стараюсь критически относиться к полученным данным и проверять результаты несколько раз. Моё увлечение паранормальными явлениями и сверхъестественным миром не ограничивается только современными исследованиями. Я также увлекаюсь чтением книг, просмотром фильмов и документальными передачами на эту тему. Я верю, что понимание паранормальных явлений и сверхъестественного мира может помочь нам лучше понять нашу жизнь и мир в целом. Одним из моих любимых направлений изучения паранормальных явлений является наука, христианство, мусульманство и многие другие. Я увлекаюсь изучением различных особых и мистических традиций или древние обряды, которые могут иметь отношение к паранормальным явлениям. Я также увлекаюсь изучением легенд и мифов о призраках, духах и других сверхъестественных существах. Я считаю, что эти истории не только заставляют нас задуматься о том, что это может быть отношением к нашему существующему миру, но также помогает нам сохранить культурное наследие наших предков. Моё увлечение паранормальными явлениями и сверхъестественным миром помогает мне сохранять открытый разум и постоянно расширять свои знания о том, что может быть за пределами нашего обычного понимания. Я считаю, что изучение паранормальных тенденций не только интересно, но также может внести дополнительный вклад в наше понимание мира и помочь нам лучше понять нашу жизнь и себя. Мои наиболее интересные находки в области паранормальных явлений. В моей работе по изучению паранормальных явлений я столкнулся с множеством необычных случаев, но есть несколько, которые я считаю наиболее интересными. Один из самых удивительных случаев произошёл в заброшенной больнице, где я слышал голоса и шумы, которые нельзя было объяснить. Я начал записывать звуки, а позже обнаружил, что в записи можно услышать некоторые слова и фразы, которые казались человеческими голосами. Это было очень странно, потому что на мероприятии не было никого, кроме меня. Ещё один интересный случай произошёл на кладбище, где я наблюдал ночное наблюдение. Я заметил странный свет и решил пойти туда. Когда я подошёл поближе, я увидел светящуюся фигуру, которая казалась больным. Я начал снимать все на видео, а позже обнаружил, что это была необычная оптическая иллюзия. Также я нашёл несколько мест, где энергия была настолько независимой, что приборы начинали работать неправильно или выходили из здания. Я считаю, что эти места имеют особое значение для изучения паранормальных взглядов. Моя работа по изучению паранормальных тенденций даёт мне возможность сталкиваться с различными необычными случаями и расширять свой кругозор в этой области. Хотя не все находки могут быть научно обоснованы, они помогают нам лучше понять, что может относиться к факторам нашего видимого мира. Значимость изучения паранормальных явлений для нашего понимания мира. Изучение паранормальных направлений имеет большое значение для нашего понимания мира. Хотя многие из этих тенденций не могут быть научными, они предоставляют нам возможность лучше понять, что может быть обусловлено факторами нашего видимого мира. Одна из важных причин изучения паранормальных тенденций – это то, что они могут помочь нам улучшить наше понимание того, что может быть возможным в этом мире. Эти возможности могут помочь нам лучше понять нашу роль во Вселенной и наше место в ней. Кроме того, помощь в изучении паранормальных тенденций может помочь нам лучше понять наши индивидуальные способности и потенциал. Многие люди полагают, что обладают сверхъестественными способностями, такими как ясновидение или телекинез. Такое изучение может помочь нам лучше понять эти способности природы и возможности их развития. Наконец, изучение паранормальных явлений может помочь нам лучше понять себя и свои верования. Многие люди верят в призраков, духов или другие сверхъестественные явления. Эти аспекты могут помочь нам лучше понять, почему мы верим в такие вещи и как это влияет на нашу жизнь. В целом, изучение паранормальных направлений имеет большое значение для нашего понимания мира и себя. Это помогает нам расширить границы наших знаний и по-новому взглянуть на то, что может быть возможным в этом мире. Что такое сверхъестественное и как оно связано с паранормальными явлениями? Сверхъестественное — это концепция, относящаяся к явлениям, которые невозможно исследовать с помощью научных исследований и исследований. Оно связано с паранормальными явлениями, такими как призраки, телепатия, ясновидение и другими подобными явлениями. Понимание сверхъестественного основана на вере в то, что существует нечто большее, чем наше естественное мироощущение. Люди верят в сверхъестественное из-за своих личных опытов или намерений. Сверхъестественные и паранормальные явления часто ассоциируются друг с другом. Паранормальные явления – это явления, которые невозможно наблюдать с помощью научных исследований и лечения. Они могут быть изменениями со сверхъестественным миром или последствиями невидимых сил. Существуют различные теории о том, что может быть фактором нашего естественного мира. Люди считают, что это мир духов и призраков, другие – что это альтернативная реальность или параллельная вселенная. Несмотря на то, что в этих вопросах нет особых нападок, изучение паранормальных явлений может помочь нам лучше понять то, что может относиться к характеристикам нашего видимого мира. В целом, понимание сверхъестественного и его связи с паранормальными явлениями имеет большое значение для нашего понимания мира. Это помогает нам сохранять открытый ум и постоянно расширять наши знания о том, что может быть возможным в этом мире. Исследование паранормальных тенденций является сложной и захватывающей задачей, которая представляет собой множество вызовов для исследования. Одним из главных вызовов является необходимость выявления паранормальных явлений от мошенничества и обмана. Многие люди используют паранормальные явления для своих естественных целей, например, для получения финансовых выгод или привлечения внимания к себе. Это создаёт проблему для внимания, которое должно быть осторожным, чтобы не подвергаться мошенничеству. Другой вызов, с которым сталкиваются исследователи паранормальных тенденций – это недостаток научного подхода в этой области. Паранормальные явления не всегда могут быть предметом научных исследований, что затрудняет проведение настоящих научных исследований. Кроме того, исследователи часто сталкиваются с непониманием со стороны общества. Многие люди не верят в паранормальные явления и считают, что изучение этой области – это пустая трата времени. Это может создавать проблемы для наблюдения, которые часто возникают из-за критики и скептицизма. Наконец, одним из главных вызовов для наблюдения за паранормальными явлениями является необходимость сохранения открытого разума и непредоставления предубеждений. Изучение этой области требует терпения, стойкости и помощи в поиске новых знаний. В целом, изучение паранормальных направлений представляет собой множество вызовов для исследования. Несмотря на это, эта работа имеет большое значение для нашего понимания мира и может помочь нам расширить границы наших знаний о том, что может быть возможным в этом мире. В заключение, изучение паранормальных явлений из сверхъестественного мира представляет собой сложную, но захватывающую работу, которая может помочь нам лучше понять нашу и нашу роль в нём. Несмотря на вызовы, с учётом трудностей исследователей, эта область имеет большое значение для нашего понимания мира и может помочь нам расширить границы наших знаний о том, что может быть возможным в этом мире. Изучение паранормальных условий требует открытого ума, терпения и настойчивости. Мы должны сохранять консервативный подход и не поддаваться обману или мошенничеству. Вместе мы можем продолжить изучение этой области и расширить наше понимание того, что может быть возможным в этом мире. Изучение паранормальных направлений – это не только аналитическое занятие, но и способ расширить свой кругозор и понять свои знания о мире. Это помогает нам лучше понять нашу роль во Вселенной и может привести к новым открытиям и достижениям в будущем. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, это также даёт мне мотивацию продолжать делать то, чем я занимаюсь. А также делитесь моим видео у себя на канале. Димура. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok